Последний урок на сегодня. Как я уже говорил, хочу связать это с ефесянами, послание ефесянам. Первая глава. Прежде всего, хочу зачитать несколько мест здесь. Третий. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший прошедшее время, нас уже благословил. Где? Во Христе. Ибо вне Христа нет ничего, что Отец дал нам. Всяким, то есть всеми. Любым. Всяким. Любым. Всеми. Духовным. Всяким. Духовным. 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 Значит, в сфере Духа. Благословением. В небесах. В небесных сферах. Где эти благословения? В небесах. То есть, когда мы посещаем небеса, что мы ожидаем увидеть там? Что мы можем увидеть и найти на небесах? Всякое. Любое. Разное. Духовное. Благословение. Для меня и для других. Так как Он избрал нас в Нем. Прежде созданием мира. То есть, мы уже были избраны Отцом. Перед тем, как Он сотворил все Иисусом Христом. То есть, вот это, да, чтобы мы были святы и непорочно перед Ним любви. Вот это моя наша с вами характеристика, элемент, дизайн, который был вложен в нас прежде создания мира. Что мы святы и непорочны пред Ним в любви. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. То есть, Его воля для нас какова? Благоволящая воля. Благоволение. В Своей воле к нам. Он благоволит к нам. То есть, в Своем предопределении предопределил. То есть, определил заранее. Он уже предрасположил Себя. То есть, Бог уже в Своем предопределении предрасположил Себя к нам. Он предрасположен к нам. Как усыновленным сыновьям через Иисуса Христа. То есть, Отец настроен на наше благополучие, благоденствие, благосостояние в Своем предопределении. Чтобы высвобождать это все в нашу жизнь. В Своей щедрости и в Своей любви. В похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным. Облагодатствовал, мы приняли благодать на благодать. В возлюбленном, в Иисусе Христе. Уже облагодатствовал, сверх меры. Безмерно. В котором мы имеем искупление крови и упрощение грехов по богатству благодати Его. Каковую Он при избытке даровал в прошедшее время нам. Во всякой премудрости и разумении. Он даровал ее нам. И в шестом, что говорится, стихи опять. Что мы в похвалу славы, благодати Его. В похвалу, славы, благодати. Его благодать в славе. Его благодать славная. Его благодать пропитанная славой. Это та благодать, которая дается нам. Чтобы мы были в похвалу. Чтобы смотря на нас. И это преизобилие славной благодати Божьей. Которую Он облагодатствовал нас. Облагодатствовал нас возлюбленному Иисусе. Чтобы смотря на это. Приходила похвала Богу. В похвалу славы, благодати. Чтобы мы хвалили Его за это. И другие хвалили Его за то, что видят в нас. Потому что мы есть им хвала. Его благодать и Его славы. Но давайте возвратимся к этому месту, что на небесах, в небесных сферах. Вот это множество разных небесных сфер. И в этих небесных сферах Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. То есть вот здесь находятся наши духовные благословения. Их множество. Миллионы, миллиарды, может. Или триллионы. Но они здесь. А я здесь. То есть прежде всего, что мне нужно? Мне нужен доступ сюда. Мне нужен путь. Мне нужен доступ. Ко всяким духовным благословениям на небесах. Доступ как? По вере. Верой. Но что же происходит в сфере духа? Почему это происходит? Написано, что Он благословил нас всяким духовным благословением во Христе Иисусе. То есть мое местоположение, мое местонахождение в сфере духа в Иисусе Христе. Вот так видит меня Отец. Отец, когда я нахожусь в духе, в духовной сфере, в определенном месте, в определенное время, в определенной сфере в духе, Отец видит, что я нахожусь во Христе Иисусе. Но так же все эти небесные сферы и все эти небесные благословения, они так же находятся во Христе Иисусе. Я нахожусь в Иисусе Христе. Мы находимся в Иисусе Христе. И эти небесные благословения, они так же находятся в Иисусе Христе. Он полнота наполняющего все во всем. В нем обитает вся полнота Божества телесных. И мы имеем полноту в нем. Все небесное и земное соединено под головой у Христов. Христос, Он вмещает в Себе меня, нас всех и все небесные сферы. И все небесные благословения. Для того, чтобы они работали для меня, мне нужно задействовать их, эти небесные благословения, духовные благословения в небесах. Мне нужно их задействовать. Мне нужно их активизировать. Мне нужно присвоить, усвоить их. У меня есть доступ к ним. У меня есть код. Это принцип, который мы можем более-менее усмотреть в банке. Существует банк, в этом банке могут быть мои ресурсы определенные. Я могу сам класть их в банк или кто-то другой может также класть их в банк. На мое имя там есть ресурсы, как на мое имя есть духовные благословения в небесах. Есть я, у которого есть карточка, у которого есть доступ. И через использование этой банковской карточки идет запрос. Когда карточка регистрируется, идет запрос в мой банк, на мой счет. Есть ли у меня достаточно финансов, на которые я претендую через эту карточку, чтобы приобрести определенные вещи. Достаточно ли здесь ресурсов? Достаточно. Ресурсы отсюда снимаются. Снимаются все это электронным образом электричества. Электричество действует, как сила Божья действует. И какие-то вещи обналичиваются. С моего счета снимается эквивалент денег, соответствующий тому товару, который я взял. и уже то, что было в банке, стало доступно мне, или я просто могу снять деньги в банкомате, и они уже непосредственно будут в зоне моей досягаемости. И это даст мне способность приобретать определенные вещи. Банковская карточка это вера. Любая транзакция взаимодействия, взаимоотношения с теми небесными духовными благословениями в небесах происходит через мою веру. Посредством веры я активизирую эти благословения, которыми я уже благословлен, которые уже находятся на моем счету в небесных сферах. Вера высвобождает силу. Сила Божья обналичивает, олицетворяет, приводит в исполнение и высвобождает, активизирует эти благословения, делает их доступным для меня, чтобы я использовал их и находился в них. И все это осуществляется в Иисусе в Иисусе Христе. На небесах есть все. Небеса это существующая реальность. Но мы никогда не должны рассматривать небеса вне Иисуса и без Иисуса. Потому что все правильно функционирует и действует только в нем. И без него мы не можем делать ничего. Если даже мы делаем что-то без него, то, что мы сделали и наделали, будет просто ничем. Это будет пустышкой. посещая небеса, мы посещаем небеса с ним. Мы не хотим это делать без него. Небеса небес и небо небеса небес не вмещают его. Не вмещают его Господа. Но он вмещает небеса. Когда мы верой входим в ту или иную небесную сферу, Христос должен быть с нами. Христос должен быть в нас. И мы должны быть в нем. Самовольно внедряться в определенные сферы небес довольно опасны. Самовольная, смиренно мудрия и так далее и тому подобное, о чем можно прочитать в Колоссяна довольно опасны. вера, связана с откровением. Вера, она очень смелая и действует очень смело, когда есть откровение, на основании которого она действует. Если нет откровения, вера не будет действовать. Ей нужно откровение. поэтому дорогие, здесь показано, что как раз и батарейка становится, уже заряд. На этом закончим. Пусть Дух Святой ведет вас дальше. Пусть Дух Святой показывает вам вещи. Слава Богу, мы положили начало и мы рассматриваем пока это все на очень элементарном уровне. Но уже даже на этом уровне, если вы постигнете определенные вещи и осознаете их, вы уже можете двигаться в небесных сферах, как никогда раньше. Пусть это происходит с вами. Во Иисусе Христе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю вас, благословляю именем Господь. Аминь. 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 Аминь.